Семён Шевалеев в свои 13 лет только учится делать первые шаги. Но даже самые простые движения даются ему с трудом. У мальчика несколько сложных заболеваний. Весь Урал совместно с Росфондом продолжает рассказывать о тех, кому нужна ваша помощь. Семён, вот у нас с тобой есть холодильник и посудомоечная машина. Мы с тобой будем выбирать предметы и складывать в нужную коробочку. Это что у нас? Продукты в холодильник, одежду в стирку, посуду в мойку. С помощью вот такой игры, где нужно рассортировать картинки, у Семёна развивается не только мелкая моторика, но и память. В свои 13 лет мальчик отстаёт в развитии и даже изучение алфавита ему даётся очень непросто. Но он уже самостоятельно может выложить из букв своё имя. А недавно Семён сделал свои первые шаги. Хотя из-за диагноза ДЦП раньше он мог только ползать. Да ты молодец, он ещё вчера на ноги вставать не мог. Семён регулярно проходит восстановительное лечение в разных медицинских центрах. Мальчик перенёс две операции на тазобедренных суставах и правой стопе. Сейчас он самостоятельно садится, встаёт на четвереньки, может стоять с опорой. Но кресло-коляска, в котором его возят родители на лечение, недавно сломалось. И пока не появятся новые, мальчик лишён возможности ездить на прогулки и реабилитацию. У Семёна детский церебральный паралич диагностирован в раннем возрасте. Мальчик регулярно проходит восстановительное лечение и перенёс операции по исправлению деформации костей ног. Учитывая характер и степень тяжести заболевания, Семёну необходимо кресло-коляска «Патрон Калзина Классик». Это улучшит качество жизни и самого Семёна, и его семьи. Стоимость кресла-коляски 208 676 рублей. Но у семьи нет возможности его купить. Помочь мальчику можно, отправив СМС-сообщение со словом «Дети» на короткий номер 5542. Перечислить можно любую сумму от 10 рублей до 15 тысяч. Для этого напишите её через пробел после слова «Дети», например, «Дети 20» или «Дети 1000». Если сумму не указывать, за сообщение спишут стандартные 75 рублей. Перевести пожертвования можно и просто, отсканировав QR-код с экрана или же воспользовавшись другими способами. Все они на сайте Росфонда. Дмитрий Немытов, Артур Нерсесов, Вести Урал.